Я уже там вся в голове прокручиваю, что я буду говорить и услышал, что кто-то кричит. Аааа, она щиплет! Я все холебался, но все-таки сказал, да, я легко, сейчас при всех. Ну, на нее так краем глаза смотрю, она сейчас смотрит, смотрит, такая, ну давай показывай. Я учился в университете Флориды. Я учился в школе Гарф, Сэритас, штат Калифорния. Я учился в университете Северной Флориды. Мне было 17 лет, когда это произошло. Мы с командой отправились в Сан-Диего играть против местной команды. И после игр против этого соперника мы бросались друг в друга шариками с водой. Они подловили нас на нашем домашнем матче, мы им ответили. Тогда одному моему товарищу по команде пришла блестящая идея. Он наполнил один из шариков мочой. И когда после матча появились игроки из Сан-Диего, он бросил в них шарик и услышал, что кто-то кричит. А-а-а, она щиплет! Она щиплет! Да уж, такая вот у меня история со старшей школой. Я учился в таком солнечном довольно штате. Там как бы постоянно было жарко. По кампусу многие передвигались на таких, знаешь, скутерах. Ну, у меня, конечно, своего не было. Но было у моего, ну, с кем я жил. Но иногда, чтобы там, не знаю, просто съездить куда-то недалеко, там, 5 минут, 10, да, я брал у него этот мопед. Но, понятно, у меня не было прав. Ну, и вот, и как-то раз я у него взял мопед, ну, в очередной раз. И там просто поехал что-то себе поесть взять. И еду обратно, и останавливаюсь на светофоре, а сзади меня прям как раз полицейская машина. Вот, ну, я как бы так не подаю виду, просто стою, жду там зеленого света. И там женщина сидела за рулем, и она такая что-то смотрит. А я как бы, ну, на нее так краем глаза смотрю, она что-то смотрит, смотрит, такая, типа, мне показывает. Давай к обочине. Ну, я подъезжаю к обочине, а первое, что спрашивают, ну, права. Я уже там вся в голове прокручиваю, что буду говорить, вот. Она такая, ну, давай показывай, я говорю, ну, в общем, я оставил, как бы, ну, домуся, в номере там. Ну, и вот я ей все это рассказываю, что у меня их нет. Она такая, ну, мы можем по базе прогнать, типа, скажи просто имя, фамилию. А я ей еще дал свою, именно из университета карточку, просто ID. И она, значит, прогоняет, ну, и понятно, там ничего не находит. И я такой, типа, ну, у меня, в общем, не в этом штате была сделана лицензия, поэтому, ну, как бы, вы, наверное, не найдете в своей базе. Она там что-то еще копалась, копалась, в итоге меня отпустила. Ну, просто повезло, что я именно играю в баскетбольной школе. Мне рассказывали ребята, что, типа, если тебя остановят, главное, скажи, что ты играешь в команде, как бы, тебя должны отпустить, да. Ну, вот. Я, собственно, этой инструкции исследовал. Ну, а причина остановки была, оказывается, ну, вообще я ничего не нарушал, а просто у моего друга были просрочены номера. Как бы, вот так, я попал в такую передрягу, и в итоге он еще и штраф получил. Я тут, чтобы рассказать вам одну забавную историю о себе. Я тогда учился в университете Северной Флориды, я был первокурсником, мне было 17, а нет, 18 лет. Мы выходили с друзьями из библиотеки, просто болтали, и они решили бросить мне вызов, сделать переднее сальто напротив студенческого центра, где все вокруг просто сидели и ели, проводили спокойно время. Я все ходил, колебался, но все-таки сказал, да, я легко, сейчас при всех сделаю сальто. Я вышел на газон напротив университета и все-таки попытался сделать сальто вперед. В итоге я просто упал на спину на глазах у всех. Такая вот неловкая история. Да, ну, фронтфлит, like, пфу!